Ничего у Украины и Запада, кроме сценариев провокации, не осталось. И это инерционный сценарий. И в Прибалтике, возможно, туда уже привезли хорошо обученный спецназ, русскоговорящий, в Литве и в Латвии он уже есть. То есть это... Причем они в российской форме. Они будут провоцировать местное население. Вы знаете, это и есть такая песня «Хотят ли русские войны?». Мы потому ее не хотим. Потому что война – это очень тяжелая и напряженная работа, которую мы умеем с вами делать лучше других. И мы знаем бремя этой работы. Иногда я смотрю на этот Запад и думаю, они же ведут себя вот... Вот в этой русофобии просматривается что-то очень чудовищно инфантильное, такое подростковое. А мы все время, как взрослые люди, на которых ругается подросток, который истерически на него кричит, а мы все время говорим, слушай, ты успокойся, давай по делу поговорим. Коренея Александровна, рад приветствовать вас. Здравствуйте, Юрий. Взаимно. Коренея Александровна, ну, начну, наверное, с самой актуальной темы, которая сегодня у всех точно на слуху. Это выборы в Российской Федерации, который на основной день голосования 17 марта. Данные соцопросов говорят однозначно, в общем-то, о результате, но вместе с тем все равно это всегда такая поворотная точка для государства, для любого государства, где проходят такие события. Мы очень много и часто говорим о выборах в Америке, которые пройдут аж в конце года. А почему говорим? Потому что, ну, вот после выборов что-то там у них в политике поменяется. Есть ли смысл говорить о том, что что-то изменится резко или не очень в политике России после выборов? Ну, уже заявлено, что будут изменения в составе управленческого руководства, и это произойдет после выборов. Давайте я откровенно скажу, как я к ним отношусь. Я, конечно, свободной художник, и по натуре своей никогда бы не могла бы заниматься бюрократической деятельностью или чиновничьей. При этом я с уважением отношусь к юридическим нормам. Дур и лекс, сед лекс. Понимаете, есть закон, надо его соблюдать. Если он плохой, отмените закон. Ну, если есть закон о выборах, то нужно его соблюдать. По сути, нынешние выборы в нынешних конкретных политических, внешнеполитических условиях и внутриполитических – это плебисцит. Это выражение доверия, ну, уже известны рейтинги, да, это выражение доверия верховному главнокомандующему и той команде, которую он вокруг себя собрал. Да, с критикой. И эта критика звучит открыто, поэтому это не то, что это какая-то проблема, понимаете. Знаете, я однажды цинично сказала людям, которые мне говорили о том, что Путин должен уйти, а я спросила, вы хотите сесть на его место. Они так аж вздрогнули, потому что это богема была, говорят, нет. Я говорю, а кто? Они мне говорят, Навальный. Я говорю, подождите, а почему? А потому что Путин плохой человек. Я говорю, а Навальный хороший, правильно? Ну, они так, с вызовом. Я говорю, как-то какие-то вы странные люди, я совершенно иначе к этому подхожу. Ну, тут я их спросила, я говорю, подождите, а вы как думаете, все-таки вот государство, это же большое хозяйство, правда? И нужно иметь управленческие навыки, нужно понимать специфику управленческого аппарата, то есть иметь какой-то опыт. Вот у Путина есть, по крайней мере, опыт и образование, и компетенции, потому что он разведчик. А это означает, разведка – это прежде всего аналитика, правильно? Но, как я шутила тут, ну, можно повторить эту дурацкую шутку, как мужчина. Я однажды услышала это и очень смеялась. Вот, понимаете, как анализ без синтеза – это как пиво без водки, деньги на ветер, понимаете? Ну, понятно, что разведчик занимается анализом и синтезом. Очень разносторонняя, разнофакторная информация. То есть эти компетенции у него есть. А хозяйство в стране работает. Идеала не будет никогда. Это понятно, да? Вот, поэтому придираться можно сколько угодно. А вот у Навального спросила я, у него вообще какой опыт-то управленческий? Он ничем, кроме своего офиса же, не управлял. Они говорят, все равно. Я говорю, хорошо, значит, вы хотите, чтобы на месте плохого человека, которого, кстати, ни вы не знаете, ни я, сел хороший человек, у которого нет управленческих навыков, и это все закончится тем, что у меня из крана не потечет вода, а зимой я замерзну, или еще что-нибудь такое. Вы вообще понимаете, о чем речь? Кроме всего прочего, вы понимаете, что государство – это еще и система безопасности. Самые разные, включая экологическую. Я уже не говорю, там, военную безопасность, да, экономическая безопасность. Как вот этот ваш хороший человек будет взаимодействовать с этими аппаратами? Он же как хороший человек, который это все осуждает, он это все разгонит, значит, мы без этого останемся, извините, и мы с вами тут голенькие, ничем не защищенные, только единственное потому, что он хороший человек, которого я тоже не знаю, хотя тут я немножечко слукавила, потому что я знаю, с чего начиналась биография Навального, и, конечно, помню, что о нем говорила Новодворская в том числе. Вот, она тоже неплохо знала, откуда это все идет. Я же помню, что Навального выдвигал вице-президента Альфа-банка Ашурков, который ныне там в Лондоне тоже торгуется, торгует Родиной оптом и в розницу, понимаете? Ну, это смешно все, это несерьезно. Нельзя предавать своих. Мало ли, что мне там не нравится, да, или вам, может, не нравится и так далее. Но со своими я и буду это обсуждать. На внутреннем поле. В тот исторический момент, в котором оказались мы все сейчас, и наше государство, и мы все, как граждане, и как обыватели в том числе, насколько важно, ну, вот на ваш взгляд, вот прямо сейчас коней на переправе не менять, как говорят в народе. Потому как очень сложно все, очень на тоненького все происходит. И в отношениях наших с тем же коллективным Западом, ну, здесь это вообще отдельная история. Да и вообще в мире такие глобальные процессы происходят, которые тот самый хороший человек, будь он даже в самом хорошем мире, ну, не вытянет просто. Новая метла должна доверенных лиц назначить на очень ключевые должности. Ну, это понятно тоже, понимаете? Человек должен доверять компетенциям, личным качествам того или иного чиновника, правильно? Государственного. Ну, естественно, любая новая фигура должна, может, даже очень компетентных людей. Ну, вы представляете, а эти приведут, соответственно, своих. Значит, это минимально два месяца, это при совершенно спокойных обстоятельствах, при отсутствии Украинского театра военных действий, внешних вызовов, вот прямо вот, ну, в идеале, да, вот такая смена произойдет. Ну, извините, пожалуйста, в нынешних обстоятельствах, когда каждый час, потому что нарастают угрозы, потому что понятно, что ничего у Украины и Запада, кроме сценариев провокации, не осталось. И это инерционный сценарий. Там же, на Западе уже, особенно в Соединенных Штатах, и даже Байден и его команда уже осознают, что пора останавливать эти инерционные сценарии. У них свои проблемы, у них были свои цели. Они когда-то в лице Виктории Нуланд, которая это все, да, всю эту Украину продвигала, они чего украинцам-то пообещали? Что захватим Россию, сделаем из нее колонии, но у нас гауляйтеров русскоязычных не хватит, вы там и будете гауляйтерами. Вот что они пообещали. Ну, такая корова нужна самому, мало ли, что мы там с вами хотим, Юрий, да, хотим быть красивыми, здоровыми, богатыми. Это нормально, ничего в этом такого зазорного нету, да. А нам говорят, нет, ты давай отдай вот это все свое, потому что, вообще-то потому что мы очень хорошие. Здрасте. Это несерьезно. Поэтому у нас даже те, которые, может быть, думают о собственном кармане больше, чем об отечестве, и то, должны проснуться и потихонечку тоже просыпаются. Вот эти вот, знаете, такие, у которых солнце на западе вставало, которые считают, что цивилизованный мир там, а мы тут такие лохматые, недомытые, я не знаю, там, некультурные и прочее. Это, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это вообще все смешно. Это малокультурные люди. Вот. Малознающие. Вот. Кроме всего прочего. Ну, это бог с ними. Но даже они проснулись. Даже они понимают, что все отнимут. У них тоже. Они будут спрашивать, а нас за что, но будет поздно. Понимаете? Как в том анекдоте. Ну, да. На этом фоне, когда, в общем-то, как вы говорите, инерционные сценарии, вот они уже заканчиваются, и даже в Америке уже стали понимать, что что-то надо с этим делать, и действительно как-то обращать внимание на свои внутренние проблемы. И отставка той же Нуланд – это, в общем-то, тоже какой-то штрешок. Как бы вы объяснили, ну, я это так называю, эффект Макрона, который вот сейчас прям возник вдруг и ниоткуда, так, если посмотреть. Когда вот все вроде стали понимать, что есть чем и у себя позаниматься, и это важно. И с тем, что происходит на территории Украины, надо что-то думать. Ну, еще никто не знает, как, но что-то думать точно надо. И тут возникает товарищ президент Франции, который говорит, «Ха, так мы сейчас тут войска НАТО введем», и так далее, и так далее. Ну, вот ему-то что, господи? А ему все НАТО говорит, да, так это самое, куда? На самом деле он решает внутренние проблемы. Давайте попробуем разобраться, чего он боится. Он боится военного переворота, который возможен. Ой-ой-ой, как? И он, на самом деле, очень хотел бы военных своих куда-нибудь сплавить. Поскольку их выперли из Африки, они, конечно, на нас злы, но в меру. Они там тоже устали. Вот. И настроение их, это настроение старой французской элиты, который в том числе стоит за спиной у тех самых фермеров-арендаторов, которые там закидывают навозом муниципалитеты и Брюссель. И это не остановится. Все. Он этого всего боится. Он хочет их куда-то сбагрить. Хотя бы в Прибалтику, хотя бы в Польшу, чтобы подальше, и там поспокойнее. Он понимает, что понятно, что у него нет достаточных вооружений для серьезной войны. Тет-а-тет с нами. Но это все понятно. И у НАТО нету. И энергогенерации, я сто раз об этом говорила, для производства вооружения нет. Но наши так скромненько так... А у нас есть. И у вас есть. Правильно? Достаточно энергогенерации. Мы захотим еще повысим производительность наших заводов. Еще что-нибудь придумаем. Мы вообще только во вкус входим, на самом деле. Вот. Ну, медленно мы разворачиваемся. Ну, что делать? Ну, такая мы цивилизация. Мы такие взрослые по сравнению с этими. Понимаете, иногда я смотрю на этот Запад и думаю, они же ведут себя вот в этой русофобии, просматривается что-то очень чудовищно инфантильное, такое подростковое. А мы все время, как взрослые люди, на которых ругается подросток, да, который истерически на него кричит, а мы все время говорим, слушай, ты успокойся, давай по делу поговорим. Я же тебе это самое, даю средства на существование. Мы же говорили, мы вам ресурсы даем. Чего вы так сбеленились-то? Да. Но дальше подросток лезет драться. Понимаете? Он подговорил, подростка постарше, да, то есть, ну, может, покрупнее такого, вот Украину, и так далее. И начинает на нас лезть с кулаками. Мы пытаемся отодрать эти кулаки, как-то, да. А потом говорим, слушай, уже уймись, а он нож вытаскивает, еще что-то. И мы все время ведем себя, как взрослые, мы все время говорим, ну, на самом деле, это вот всегда ведет, так себя ведет сильней. Давайте посмотрим, кто из них максимально трезво подходит к общемировой ситуации. Есть такие? Есть. Вот Такер Карлсон там приехал, да, он же все-таки что-то выражал, да, вот он выражает какие-то настроения. Ну, дело даже не в Такере Карлсоне, здесь это не надо, я никакого очарования не испытываю. Ну, я вот только что ездила на симпозиум в Братиславу, где собралась центральная, европейская такая экспертная, ну, прям, скажем, ну, перворазрядная элита. Теперь выступил на нашем симпозиуме не обы кто, а господин Благо, это зампредпарламента, очень известный человек, известен своим выступлением, помните, в Европарламенте, и так далее. Мы знаем, что премьер Фицу, который до этого был проамериканским, про западным, тоже держит линию трезвую. На территории Словакии иностранных баз нет, там 5 миллионов населения, страна, конечно, небольшая. А в скобках замечу, бывший премьер Словакии, очень авторитетный человек в Чехии, в Словакии и в Австрии, Ян Черногурский, тоже был на этом симпозиуме, и он нас потом с приятелем моим возил на гору Славин, где огромный и очень красивый мемориал советским воинам, павшим при освобождении Братиславы. Слушайте, это был будний день, дневные часы, немножечко дождик накрапывал, мы были с зонтиками, там народ, цветы живые лежат на могилах. Честное слово, венки же из живых цветов у мемориала. Мы тоже букет принесли. Вот, поэтому, вот в Словакии, например, там прозвучало предложение, а почему, собственно, Турция должна быть каким-то хабом? Турция член НАТО, на ее территории иностранные базы, американские, между прочим. А вот в Словакии иностранных баз нет, поэтому переговорной площадкой Словакия готова стать. То, что происходит с украинским руководством и вообще на Украинском театре военных действий, было оценено очень трезво на этом симпозиуме. Я не рекламу сейчас делаю, я просто говорю, процесс пошел после нашего симпозиума. Да, была представительница католической прессы, очень хорошо тоже выступила. Вот, и в том числе она сделала очень разумный обзор происходящего в Молдавии. Понимаете, не было там вот этого лицемерия, чрезмерной политкорректности, каких-то дежурных фраз об агрессии России. Вообще про это не говорили. Говорили, что делать вообще? Куда мир катится? Давайте без гнева и пристрастия я предложила. Иначе мы скатимся к тому, о чем писал когда-то средневековый английский философ Гоббс. Помните, он о первобытном мире, он говорил, что там была война всех против всех. Я говорю, ну Гоббс-то не предполагал, что такое может быть при ослаблении государственности. Потому что это вот прежняя парадигма 30-летняя, которая царствовала пакса Американо, она же была направлена и на десуверенизацию, опять-таки на эту Европу, посмотрите. Они сложили свои суверенитеты, в результате их обнулили, по сути. Что-то Франция, Франция, что-то Германия. Посмотрите, что это такое вообще. Одни слезы, как говорится. Не то, чтобы я там призываю их пожалеть, я просто говорю, на это надо обратить внимание. Я сказала, ну Гоббс, наверное, не догадывался, что такое может произойти при десуверенизации. А такое может произойти, оно нам с вами надо. Давайте задумаемся хотя бы. То есть коммуникации начинают прорастать. Словакия выступила за коперщиком. Думаю, что на следующий симпозиум я бы пригласила представителей Беларуси. Очень не хватало. Покажите свой интеллектуальный уровень. Чтобы все друг друга послушали, на самом деле. Это был бесценный обмен информацией. Причем обсуждались мировые проблемы. Не только, поверьте, не только Россия и Украина обсуждали. Газа обсуждалась, Карабах обсуждался, Южный Кавказ обсуждался. Мы часто и много говорим, что, скажем так, где-то говорим, а где-то вопрошаем. А где же голос разума, собственно, у тех же представителей европейских государств, европейских народов. И говорим, что он же там есть. Но есть же. Есть же здравомыслящие люди. Просто их не слышно, не видно. Но на самом деле это они есть. И вот то, что вы говорите, о том прямое подтверждение того, что это действительно есть. Ну, знаете, я не хочу себе и симпозиуму приписывать лишние заслуги. Но у меня есть серьезные основания считать, что последнее заявление Папы Римского не без влияния таких событий прошло. И это маленький мир. И вот эта старая элита Центральной Европы, у которой те же, кто у нас хочет отнять, тоже хотят все отнять. Они-то это поняли. Им налоги повысили настолько, что и фермеры, которые у них арендуют землю, не платить не в состоянии. Они загибаются. Все. Они поняли, что уже нож к их горлу поднесен. Они не о нас заботятся, о себе дорогих и любимых. А нам о себе дорогих и любимых надо заботиться. И с теми, с кем можно взаимодействовать, нужно взаимодействовать. Правильно? Ну, это безусловно так. Но вот вы упомянули о Папе Римском. Вот эта его инициатива, которая наделала очень много шума. Спрашивал я вас «А зачем вот Макрону это все? А зачем это Папе?» «Зачем это Папе?» Папа пересел на другого мула. Папа на муле ездил раньше, да? Вот. Он пересел на другого мула. Или, иными словами, ну, если не на 180, то на много градусов повернулся. И уже некоторое время назад. В том числе, не без серьезного влияния той самой старой центральной европейской элиты. опять же упоминаю, это Австрия, это бывшая Австро-Венгрия. Вы же понимаете, что тот же Орбан, да, тот же Фиццу, вот так бы могли себя последовательно вести, если у них вообще бы никакой поддержки бы не было бы. И глупо повторять эту фразу Сталина, которая в определенных обстоятельствах была сказана. Совершенно в иных обстоятельствах это было сказано. относительно дивизии у Попыремского. Не надо Сталина цитировать не к месту. И этот человек имеет влияние. Он консолидирующая фигура. Он арбитр для очень серьезных элитных групп на том же Западе. и влиятельная фигура. И его слушают. И, между прочим, бунт даже польских фермеров, извините, пожалуйста, это тоже показатель. Потому что Папа дал понять тем же полякам, и судя по тому, что, ну, сейчас я не хочу в интриге как бы внутреннюю жизнь Ватикана, это не о моей компетенции. Но, тем не менее, кое-что нам с вами известно. Вот, влияние поляков в Ватикане было снижено. Почему? Потому что политически польское руководство на кого ориентировалось? На глобалистки Лондон. Лондон тоже не надо одной краской мазать. Там и не глобалисты есть. Да, они нам тоже не... Нам никто не друг. Нам друг, друзья, наша армия и флот. Речь же не о том, коренная Александра, чтобы искать где-то друзей или не друзей. Мы же знаем, что у государств нет друзей. Это не мы с вами придумали. Речь часто и лидеры наши, и Путин, и Лукашенко говорят часто о чем? Мы не просим дружбы и не нужна... Но нам бы единственное хотелось, например, взять наших соседей, Прибалтику, да, ту же Польшу, чтобы вы руководствовались своими национальными интересами. И когда вы начнете это делать, нам будет с вами проще. Потому что мы будем понимать, что ваши политики, которые сегодня так или иначе пришли к власти, они не выполняют чью-то волю из-за океана, из-за Ла-Манша или еще откуда-то. Они руководствуются интересами своего государства. А когда это действительно настоящие интересы вашего государства, всегда находятся точки соприкосновения с интересами нашего государства. Да, где-то они могут быть спорными, где-то даже конфликтными, но вместе с тем тогда проще выстраивать отношения. А ведь мы же в последнее время это что наблюдаем? Что приходят к власти политики, которые вообще не пойми чью волю выполняют. Их собственные народы там освистывают при каждом удобном случае собственные граждане, но они как-то продолжают вольготно себя чувствовать. И это становится проблемой. Юрий, наберитесь терпения. Выдержка это оборотная сторона стремительности. Я и вы мы оба знаем какие процессы сейчас идут в Прибалтике. И между прочим в среде действительно ну таких людей мы называли и может ну не совсем верно называть их националистами, потому что вот мои друзья во всех трех прибалтийских республиках они были скорее такие этнопатриоты понимаете да вот они все прозрели и они были диссидентами при советской власти вот они все прозрели это старое поколение среди молодежи там тоже очень интересная пошла как молодежь выражается движуха процесс пошел лед уже тронулся и нам с вами это известно понятно что эти политики которые там находятся наверху это уходящая натура наберемся терпения нам нечего с ними делить им вот я от Аниса Петкуса которую мы оба тоже с вами знаем я говорю а вообще вот эту стену которую вы с Белоруссией там выстроили вы говорю у вас хоть кто-нибудь вообще понимает что это против вашего населения сделано я я видела как ваши мотаются в Белоруссию продукты покупать ну белорусы так люди добрые руками разводят ну пусть приезжают пусть покупают да там вот и так далее так это против вам вы не представляете что с ним произошло как он реагировал он говорит да я просто орал всем об этом вы что не поняли еще что вас в гетто просто заключают ну у нас в комментариях к его эфирам которые вообще все ему перекрыли вот пишут что ну ладно шутят ну наши любят такие иногда брутальные шуточки ну ладно Литву трогать не будем там же Айнис живет понимаете а в Эстонии этот парень который пел день Европы понимаете живет а в Латвии еще я вам перечислю какие люди причем это именно бывшие вот эти вот якобы националисты на самом деле этнопатриоты которые понимают катастрофу и они нам тоже как бы это сказать нам не нужна их любовь а личная дружба это вообще отдельная тема тоже за рамками эфира и доверительные личные отношения это важная штука на самом деле вот но они у нас есть эти люди эти люди сами по себе действуют без нашей с вами помощи ну видите в чем проблема да так как вы сказали что вот эти политики которые сейчас это уходящая натура но мы не знаем сколько это продлится а пока эти уходящие натура уходят льется кровь вот в чем вопрос я думаю давайте я сроки определю в июне да выборы в Европарламент вот там какой-то камень покатится с горы точно потому что это взведет именно вот эти процессы суд над Урсулой фон дер Ляйн там же несколько уголовных дел против нее вот ну и потихонечку начнут меркнуть вот эти вот фигуры и менять возможно кто-то кто из них поумнее перекрасится переобоится и риторику начнет менять ну кто-то просто сбежит и все то есть это вообще к концу года может произойти это не очень большой срок согласитесь и нам есть чем заняться потому что понятно что ничего кроме очень серьезных кстати диверсионных действий и провокаций у них не осталось а вот для диверсионной деятельности у них ресурс немаленький ну у вас то страна поменьше и в этом смысле как бы я не хочу сказать ну как бы без потрясений да то есть все работает как часа у нас страна побольше и вот это вот эти сумасшедшие люди которые там за 10 тысяч что-то поджигают да абсолютно оболваненные вот ну их многовато и это их много среди молодежи а это же наши дети штука то в чем что пока все равно вот этот конфликт будет так или иначе в какой фазе там более острый менее острый но будет продолжаться и вот эти диверсии они тоже будут продолжаться и никуда ты его не денешься банальная цитата да уже затертая можно сказать но если я ее позволю да времена не выбирают в них живут и умирают ну выпало нам с вами такое время мы должны ему соответствовать кто вам обещал что вы будете жить покойненько тюк-тюк размеренно бывают и такие времена переходные мы же с вами не китайцы чтобы их бояться лично мне так вообще никто ничего не обещал поэтому я очень так спокойно к этому отношусь чем быстрее решится там тем быстрее решится проблема и ту которую сейчас получили ну в первую очередь в России потому что ну то уже куда господи уже Рязанская область уже там что-то горит подождите я сейчас вам скажу это будет продолжаться конечно и это наши набьют руку в том числе и сейчас вот мне вчера показали в том числе противодронное средство очень интересное уже есть вот просто это самое пусть враг знает уже есть этим все это уже не будет столь эффективным но я вернусь как ни странно к Макрону если он куда и отправит повоевать то в Румынию скорее всего которая там собрала войска на границе и собирается напасть вместе с Молдавией на Приднестровье вот какая серьезная провокация готовится вот там да но знаете и хочется и колется и мама не велит страшновато все же потому что это может означать как бы сказать что Мишка как-то голову повернет и лапой накроет и перестанет жалеть перестанет как бы ну пусть даже не людей пусть нас обвиняют в том что мы такие бесчеловечные хотя это неправда ну города инфраструктуру и так далее потому что нам же с этим в конце концов дело иметь почему мы это жалеем да вот ну это просто не хозяйственно да ну вот там возможно и в Закавказье возможно и в Средней Азии возможно вот такие вот точки вот эти точки на границе и в Прибалтике возможно туда уже привезли хорошо обученный спецназ русскоговорящий в Литве и в Латвии он уже есть то есть это причем они в российской форме они будут провоцировать местное население нападать вот они собираются на этот марш легионеров эта провокация готовится я предупреждаю просто что в Литве и в Латвии вот это готовится прямо под наши выборы и это будут люди в нашей форме говорящие по-русски они уже там это чтобы местное население естественно правда я так местное население конечно тоже не идиоты растут стена а как русские сюда попали вообще как они прошли да вот но все уже там на самом деле местные уже тоже знают об этом но тем не менее они на это пойдут а у тех есть стрелковое оружие и вообще оружие то есть они собираются под видом нас с вами может быть и белорусов тоже я не знаю насчет эстонии не знаю а вот насчет латвии и литвы это достоверная информация и насчет молдавии это достоверная информация они готовятся пойдут ли они на этот шаг я не знаю я потому и засвечиваю чтобы они услышали даже может быть это известно и контрмеры уже приняты здесь важно чтобы конечно спецслужбы работали на упреждение и в общем-то понимали и заранее могли предусхитить эти события слушайте я прошу прощения я почитала все его выступления перед нападением в том числе вот ну это считается официально начало второй мировой войны хотя я совершенно с китайцами согласна конечно это нападение Японии на Китай тоже мне подумаешь из-за Польши да Польша так гордится что вот из-за нее вот с нее да не с нее началось ничего подобного вот это цепь одна цепь событий но если почитать выступление Гитлера он все время говорит о мире а что ему еще было делать говорить сейчас сейчас я вас тут всех нет конечно ну в том-то и дело но это знаете поэтому в Лиге Наций шутили они переделали в кулуарах Лиги Наций из которых Советский Союз вышел как вы помните да они шутили в кулуарах они переделали известную латинскую поговорку сивис и пасом пара беллум хочешь мира готовься к войне сивис и беллем парли пасом то есть хочешь войны говори о мире но мы говорим о мире но мы не хотим войны мы хотим чтобы она быстрее закончилась на самом деле вы знаете это есть такая песня хотят ли русские войны мы потому ее не хотим потому что война это очень тяжелая и напряженная работа которую мы умеем с вами делать лучше других и мы знаем бремя этой работы но делаем мы ее лучше других именно поэтому они все дилетанты в каком-то смысле поэтому мы и не хотим войны но мы ее не боимся они же нас боятся и правильно делают что они нас боятся и должны бояться и нам не надо чтобы нас любили те кто будет нас любить там наш балет литературу живопись и так далее это отдельная песня снимем музыка мы с ними будем взаимодействовать и без этого у нас вон в России первая фамилия пришла в голову но их много прекрасный там дирижер фабио мастранжело да я просто лично его знаю поэтому наверное вспомнил у нас работают эти люди здесь и мы их любим и вообще никаких проблем с ними нет не рассказывайте нам пожалуйста сказки кстати мне очень не нравится когда наши медиа говорят вот Европа она всегда вот только такая пожалуйста не надо одной краской я еще очень не люблю когда нам начинают рассказывать какие мы духовные они дико бездуховные это особенности и без них наверное не пользуется ни одно время и тем более когда такие драматичные события то есть ну проще же сказать вот они там все такие да но так же проще это неправильно но так проще да мы все время вот это я говорю своим студентам слушателям каждому из нас и вам Юрия и мне по-человечески всегда хочется чтобы контрагент был бы простым а я сложный дальше поскольку мы взрослые да мы понимаем что ему тоже того же хочется и мы идем на следующий уровень признаем его сложность понимаете это уже очень взрослые отношения а когда мы говорим я сложный а ты простой вот вернусь все-таки к к нашим президентам и и Путин и Лукашенко которые ведь у каждого в речах сквозит что в общем-то мы уже говорили о том что мы не ищем какой-то любви или дружбы мы ищем нормальных но взаимоуважительных отношений всех уже услышали их уже услышали в центральной Европе у нас проблема у нас болит Украина у всех вот и я вам должна сказать можно как угодно я вообще очень не люблю личные выпады там и в том числе вот это веселуха вокруг Арестовича но назвать этого человека дураком наверное даже его враги не смогут правда посмотрите как изменилась его риторика и это показательно для настроения людей живущих на Украине а я из личного хотя пусть все скажут пусть Карина Александровна на свой личный опыт не ссылается но знаете есть статистическая социология а есть описательная и вот ради описательной социологии вот в ее копилку я стою в очереди покупать билеты в собор Сан-Марко в Венеции пара супружеская передо мной я молча я одна вот они поворачиваются говорят а мы вас знаем мы вас видели мы вас смотрим мы с Украины я спрашиваю откуда они говорят называют место западная Украина я так набралась смелости думаю шанс такой предоставился я так улыбаюсь и говорю ну и как я вам они так говорят вы всегда интересны потому что всегда аргументировано здраво не ругайтесь никого не оскорбляйте я ну конечно нам сложно там пробиться иногда но мы стараемся смотреть так что капля камень точит и в какой-то момент количество перейдет в качество не надо абортированных событий понимаете вот прошу прощения за это выражение не надо срывать кислые плоды потом плохо будет пусть вызреет вот в Прибалтике вызреет все вот бывшие этно-националисты деды которых бегали лесными братьями уже за нас не все но они трезвые я хочу сказать они уже все поняли вот понадобилось все вот это это так называемая самостоятельность это отделение от этого советского союза который их достал до печенок и прочее прочее тем более что мы с вами помним поздний советский союз сами смеялись и анекдоты рассказывали правда я правда не очень любила это все потому что я видела эту опасность и я понимала еще в 79 году будучи в Афганистане я там увидела и поняла страшную картину знаете у меня как бы такая визионерская картина я поняла кто сдаст страну не такие богимные штучки как я а вот эти вот которые карьеру комсомольскую партийную делают я их увидела во всей красе вот поэтому я их понимаю да вот этих прибалтов тогдашних понимаю да надоело вот так вот уже отпустить но сейчас то все это прошли и с лесными братьями все будет хорошо внучка лесного брата мне недавно сказал она побывала в Москве и с таким хорошим таким акцентом она ну с ошибками говорят по-русски ну говорят но по-русски она так походила походила и сказала есть такая да шутка увидеть Париж и умереть увидеть Москву и жить пусть в Минск приезжает тоже спасибо за этот разговор удачи вам спасибо счастливо субтитры